Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев, как всегда по вторникам «Археология. Человек». И мы сегодня обращаемся к теме, к которой неоднократно обращались последние годы. Московская архитектура, московский стиль. И гость у нас сегодня самый подходящий, самый, так скажем, может быть, высокопоставленный, чтобы говорить на данную тему. У нас в гостях Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор города Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Олегович. Ну вот, хочу поговорить о московском стиле, об объектах, этот стиль формирующих, и о людях. Вообще, в принципе, существует ли для вас такая вещь, как московский стиль? Обладает ли Москва собственным лицом, собственным стилем? Вы знаете, я считаю, Москва обладает собственным стилем. И для меня, наверное, я думаю, кстати говоря, для большинства и москвичей, и гостей столицы, и людей, скажем так, иностранных, кто с Москвой знаком, я считаю, что московский стиль – это такой стиль столичный в то время, когда Москва перестала быть таким городом, может быть, более провинциальным, когда Петербург был столицей, превращалась в период 30-х, 40-х, 50-х годов в столицу Советского Союза. Поэтому для меня московский стиль, в первую очередь, если говорить о, скажем, стиле со знаком плюс, это Кутузский проспект, Тверская. Тверская, Высотки. Да, Высотки. Это то, что делает, мне кажется, Москву Москвой в хорошем смысле слова стереотипном таком понимании, как люди относятся к этому. За последние 20 лет, как Вы считаете, московский стиль размылся или он стал каким-то более многообразным, более цветным? Ну, я считаю, то, что случилось за последние 20 лет на пользу стилю, честно говоря, не пошло, хотя многообразие, безусловно, добавило. Сейчас, сразу скажу, сложно оценить, насколько это положительно или отрицательно. Большинство, понятно, считает, что это плохо, и я могу, как российский сектор со взглядом сегодняшнего дня, присоединиться к этому мнению. Но я отношусь к этому спокойно, потому что подозреваю, что что-то из того, что происходило за последние 20 лет в архитектуре Москвы, может быть, войдет и за знаком плюс в историю, поэтому я бы сейчас не стал рубить с плеча. Хотя на сегодняшний момент считаю, что стилю Москвы это не добавило, скорее. И я читал ваше интервью, вы не являетесь сторонником такого выражения, как лужковский стиль. Да, не являюсь. Но все-таки некая такая реальность существует, тот же Ревзин писал об этом. И, вы знаете, вот недавно мне в этой же студии говорили мы с Владимиром Паперным, в том числе говорили о московской архитектуре современной, и он сказал, что, собственно, а что волноваться, что напрягаться, это такой московский купеческий стиль. Может быть, это то же самое было 100 лет назад, и современникам 100 лет назад московский модерн, тот же самый дом Рябушинского, казалось тем же совершенным, так сказать, каким-то чудовищным парафразом на то, что происходит на Западе. Вот, может быть, в этом смысле это какая-то вот такая московская купеческая традиция, опять пришли деньги и сделали вот это вот чудо с башенками? Может быть, но, с другой стороны, я могу сказать следующее. Во-первых, для меня вопросы стиля – это вопросы такие структурные. Почему я отнес к периоду вот этих больших проспектов московских авеню как стили образующих, формы образующих, потому что они дают хребет, и они дают структуру городу, которая читается. Вы можете это проследить не на уровне одного здания, удачного или неудачного, а на уровне всем системном. Вы это узнаете и понимаете, что мы в Москве. То, что происходило последние 20 лет, или то, что происходило до этого периода, как какие-то точные вещи, и удачные или неудачные, это все-таки для меня не стили образующие, безусловно, события. И все-таки особняки Рябушинского, или эпохи модерна, или там Нерендея, или масса была прекрасных событий с точки зрения творчества и качества, они, конечно, заметно превосходят то, что происходило последние 15-20 лет. Ну да, но все-таки какие-то были такие вещи, которые можно признать знаковыми для эпохи. То, что Пасохин делал, например, оперный центр Вишневской. Как-то они задавали некую парадигму, которая брала цитаты из предыдущих эпох и воплощала их в гипсокартоне. Ну, проблема в том, что, я все-таки считаю, опять, относясь к термину лужковской архитектуры, была архитектура того периода времени, просто Лужков долго был у руля города, скажем так, и период времени случился какой-то. И он же принимал большое участие лично, да, так, по-сталински вмешивался в проекты. Он принимал, но, да, понимаете, у меня позиция следующая, что на любой вкусовой запрос, скажем так, можно найти достойный ответ профессиональный и творческий. То, что на этот вкусовой запрос, который Лужков, безусловно, формировал, безусловно, не было найдено достойного творческого ответа, понимаете, Желтовский тоже строил дома с башенками. Это просто другого качества дома, другого качества башенки. Своих Желтовских не нашлось в этот период времени, кто мог бы так нарисовать, чтобы был доволен на заказчик в лице Лужкова, и было бы не стыдно перед современниками и потомками. К сожалению, я веню в этом тех, кто рисовал, честно скажу. Ну, да, нашелся Дон Стройс, их проектной мастерской, которая, собственно, создала Триумф Палас и все вот эти вот монстры. Конечно, я думаю, что если бы на месте для Дон Стройс проектировал там Лев Руднев, например, или Минку с Глифрейхом, были бы другие сооружения на этом месте. И, скорее всего, заказчик бы сказал, да, мне это нравится. Я как Дон Стройс, акцептую эту архитектуру, я ее люблю. Я, видимо, что-то такое и хотел получить, скорее всего, просто рисовали не они. У меня вот такая вещь, Лужковское наследие, я каждый день вижу из окна. У меня перед глазами в окне замечательная, я считаю, архитектура. Мне очень нравится, живописный мост, который строил Николай Шумаков. И вот он тоже в нашей студии был, и он рассказывал, как Лужков заставил его на арку вот этого моста привесить вот эту вот нашлепку подвесного ресторана, который сейчас, по-моему, так и закрыт, потому что туда лифты не работают и так далее. И вот этот вот мост с этой вот нашлепкой так и висит, как некий памятник эпохи в данном смысле. Скажите, а вот если говорить опять-таки о прошедшем, ну, уже даже не 20, а 25 лет, ведь можно сказать, что в Москве, здесь даже сейчас речь не идет не о роли Лужкова, а как бы о самой системе, в которой входят и девелоперы, и городское правительство. Существовал некий контракт девелопера с городскими властями, в которой возник диктат застройщика. Эта ситуация остается или она меняется? Сегодня ситуация меняется очень серьезно. И, конечно, то, что город, ну, в силу линии опытности власти, в силу линии неадаптивности ее к, скажем так, капиталистическому способу поведения вообще в развитии города, возникли ряд проблем, я считаю, перекосов в сторону гонки такой на девелоперских проектах и абсолютного или ущербного, скажем, или недоразвития явно проектов инфраструктурных и социальных. Сейчас, конечно же, ситуация меняется коренным образом. Больше того, сейчас приходится делать большой перекос в сторону объектов инфраструктурных, дорожного, традиционного метрополитена, социальных объектов, в силу того, чтобы вот тот гэп, который возник, отыграть просто за три последние годы. Это тратятся огромные колоссальные ресурсы, энергии людей и финансовые, но это нужно делать, потому что Москву, конечно же, надо привести в этом плане в порядок, она разбалансирована сейчас. Ну, мы об этом еще поговорим ближе к концу программы. Вот сейчас, говоря о наследии Лужковской эпохи, а невозможно вообще, нет ли планов что-либо сделать, скажем, с гигантскими торговыми центрами, которые в рамках, ну, не знаю, центра исторической застройки? Я думаю, скажем, о двух совершенно очевидных для вас тоже. Это Атриум, который закрывает от меня Курский вокзал, вообще не знаю, как теперь выглядит Курский вокзал, и Европейский, который закрывает от меня же проезжающего Киевский вокзал, и я не вижу эту чудесную компанилу флорентийскую, которая, так сказать, вообще весь комплекс Киевского вокзала. Вот что с этими монстрами делать? Ну, сейчас планов каких-то конкретных, что с ними делать, не существует, тем более, ну, Европейский вообще относительно новое сооружение. Атриум не такое новое, но тоже еще не такое старое, чтобы всерьез говорить о том, что его надо снести. Моя позиция, ну, я думаю, что она понятна и очевидна для любого, кто занимается городостроительством. Большой торговый центр – это не городская функция, очевидно. Это функция, которая в любом нормальном городе располагается далеко за его пределами, где-то куда люди едут специально, в больших количествах, и проводят там время, это сооружение ориентировано внутрь себя, а не наружу. Любая функция в городе должна работать прежде всего на город, и потом уже на себя. Это залог успешного города как продукта, вот именно как среды. Сейчас, к сожалению, все еще происходит по инерции внедрение такого рода структур в городскую ткань. Мы только вот рассматривали 17 числа на Архсовете, у нас второй Архсовет состоялся, был вопрос по размещению такого торгового центра на Кузовском проспекте. Вот напротив, где и времена года, хотя тоже такая большая площадка. Но все, что можно, скажем так, в направлении, чтобы нивелировать это вредное довольно внедрение в ткань города, мы делаем как профессиональное сообщество, как люди поставлены за этим следить, то есть чтобы все-таки эти объекты взаимодействовали с окружающей средой, в том плане, что это общественное пространство, это все-таки реакция на тех жителей, которые живут вокруг и должны каким-то образом пользоваться этими новыми сооружениями, сооружениями, сервисами, не только те, кто приедут. Но согласен, тема острейшая, тема сложная. Говорит о том, что мы сейчас это запретим или начнем сносить, к сожалению, преждевременно. Хотя проблема, правильно, что привлекаете к ней внимание, она существует. Но в любом случае, вот сейчас вы не готовы утверждать проекты больших торговых центров в рамках третьего кольца, в пределах третьего кольца? Я лично не готов всегда, свою позицию четко как негативную обозначаю, к этого рода сооружениям. Но, еще раз говорю, какие-то вещи есть, которые уже приняты и решены. Вопросы политические, экономические, большая инерция, за ними история этих вопросов тянется, экономическая, какая-то еще, которую просто мы не станем сегодня оценить, и лично я ее не знаю. Поэтому стараемся отрабатывать, и я стараюсь отрабатывать так, чтобы это воздействие было минимально вредным. У нас в гостях в археологии главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня говорим о Москве, о московской архитектуре, о московском стиле. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов у нас в гостях. И вот мы, Сергей Олегович, уже вышли на эту тему соотношения инфраструктуры, собственно, того, что было построено за последние 20 лет, и самих объектов. Я вот здесь вспоминаю, мы общались с таким интереснейшим совершенно урбанистом Хосея Сибилья, это бывший главный архитектор Барселоны. Я с ним знаком, да. И он вот всегда говорит, что когда он был, у них пропорция была 80-20, что, скажем, из бюджета на развитие вот этого Барселоны 80% шло на инфраструктуру, и только 20% шло, собственно, на самые объекты архитектуры. В Москве вот за последние 20 лет каково было это соотношение? Вы знаете, я в цифрах вам сейчас не приведу какие-то вещи. Ну, по-моему, обратное где-то, так сказать. Но было точно обратное, сейчас оно скорее диаметрально противоволожное к тому обратному, то есть ближе к тому, что говорит о Сибири. То есть сейчас, безусловно, есть акцент, еще раз говорю, на отыгрывание этого разрыва, который возник на инфраструктурные проекты. А у нас есть вообще урбанисты? Как и мне, у нас много есть хороших архитекторов. А есть ли у нас хорошие урбанисты? Вы знаете, это вообще такой очень хороший вопрос и очень такой тонкий, особенно для нашей страны, я считаю. У нас школа архитектурная почему-то, к сожалению, вообще эти понятия в какой-то момент стала разделять. Хотя, если почитать литературу профессиональную западную, например, таких людей, как Кристофер Александр, который написал в 70-х годах еще книгу, вот Паттерн Легович, такая книга есть прекрасная, по устройству среды обитания человека. И специалисты, кто занимается вот этой средой обитания, они не разделяют архитектуру от урбанистики. То есть все, где обитает человек, и все, чем он пользуется от мебели до самолета и до аэропорта, это все его среда обитания. Если ты не понимаешь, как устроена улица, ты не понимаешь, как сделать в нем дом, и куда должен дом смотреть окнами, и куда должен выходить его дверь. И как в нем должны расплаваться комнаты, и как эта улица втекает в площадь или в автомагистраль. Это все взаимовязанные вещи. И то, что у нас действительно право вот так урбанистов в полном смысле слова сейчас вот так по крайней мере сходу не назвать, это очень печально. Я думаю, что мы это сможем наверстать через образовательный процесс, который сейчас все-таки идут и не скаменяются. И литературу эту нужно и переводить, и специалистов привозить, чтобы они рассказывали, показывали. Но есть такая проблема у нас, да. Вы знаете, вот здесь, по-моему, очень ключевую, такую важную, ключевую тему поднимаете, а среда обитания, потому что, вот даже, скажем, глядя на загородную жизнь, какое количество там дворцов, которые отделаны, ландшафтная архитектура на этих участках, но выйти за заборы, и это совершенно страшно. Вот взять ту же самую рублевку, это абсолютное отсутствие какой-либо инфраструктуры. Вот этот, знаете, Пелевин вспоминается, он где-то сказал, что Мерседес, конечно, прекрасная машина, но у нас можно на нем проехать только из одного, извините, дерьма в другое дерьмо. Вот, и вот очень часто то же самое получается. У нас стоят красивые здания, вот особенно, если взять загородную архитектуру, но при этом они в такой чудовищной пыльной среде, что даже ехать до них не хочется из Москвы. Вот это вот какая-то у нас средовая проблема в России, она какая-то культурная, по-моему. Так она проистекает из того, что только что сказал, что среда обитания никогда не осмысливалась целиком как продукт. То есть город как продукт, как среда, где живет человек, она не понималась последние многие десятилетия. То есть то, что улица, это место жизни человека, а не место, где едут машины. И что там есть активный первый этаж, что человек там питается, делает покупки, ходит в прихмахерскую, социализируется, что очень важно, общается с другими людьми, что главное в жизни человека, это две его ипостаси ключевые. Это степень приватности и степень публичности. И на них нужно реагировать городом. Город – это архитектура, это менеджмент жизни человека в городе. И город отличается сельской местностью именно этим менеджментом жизни, стилю жизни, а не тем, что там асфальтированные дороги или большие дома. И то, что человек был изгнан фактически с улицы, с места, где он должен жить, в квартиру, где он должен спать, и ему объяснили, что ты там теперь не только спишь, но и живешь, это колоссальная ошибка и проблема. Из-за того мы получили дискомфортную среду, она просто не обжита. Действительно, ты можешь на хорошей машине проехать из одного особняка за забором в свой офис, который тоже за охраной, и за другим забором, и между ними города не увидеть. Это большая проблема, то, с чем надо работать и восстанавливать. Вы сказали про улицы. Вот я эту тему очень хотел поднять. Вот сейчас пошло очень такое гражданское большое движение в интернете, в сетях по поводу хорды, по поводу Ленинского проспекта. Вот люди говорят сейчас примерно те же самые вещи, что вы сказали. Во что они хотят превратить наш, скажем, в живой Ленинский проспект, где существуют какие-то зеленые посадки, где существует какая-то маленькая, вот там люди подтянули более такие, апскейл такие бутики какие-то там, винные, обувные и так далее. Если из него сделать большую магистраль, то, собственно, это превратится в еще один такой серый мегаполис третьего мира. Или вот то же самое с хордой. Люди пишут про улицу народного ополчения. Был какой-то бульварчик, там люди гуляли, сейчас бульварчик снесли, получается вот эта вот сплошная магистраль, которая проходит. И вот фактически получается, что это улица для машин, а не улица для людей. Что делать нам вот с этими инфраструктурными? Это действительно сложный вопрос. Я, честно говоря, мне по хорде сказать сейчас сложнее, потому что я проект знаю хуже, лучше знаю по Ленинскому. Ну вот по Ленинскому. Я скажу, проблема, на самом деле, надо понимать, в чем проблема. Да, проблема родилась не сегодня. Ноги этой проблемы, к сожалению, растут уже из давних таких советских времен, потому что когда планируется проспект шириной более 100 метров, он уже улицей городской, честно сказать, в своей базе не является. Это, во-первых, раз. То есть он уже тендирует к тому, чтобы быть магистралью, хотя там еще не построены, скажем так, развязки и бесцветофорные движения. Это, во-первых. Это под основу уже случилось, не мы ее сегодня создали. То, что он в таком формате не живет с вами двумя сторонами, и они не взаимодействуют друг с другом, как на улице это происходит, например, на какой-нибудь там Виакондоте, в Риме, там, Монта Наполеона, в Милане, да, то есть ты так эту улицу не понимаешь, Ленинский проспект с ними нельзя сравнить. Поэтому он уже тендировал, к сожалению, к тому, что он стал магистралью для транспорта в первую очередь. Хотя то, что сегодня делается, это скорее оптимизация тех решений, которые были когда-то у него заложены. При этом не торпедируя то хорошее, что на фасадах сложилась какая-то общественная жизнь, проспект к ним не приближается. То есть там расширения не происходят. И больше того, там происходит внедрение довольно серьезного общественного транспорта, что любой урбанист скажет, что, опять же, хорошо. Есть дебаты, там, делать ли трамвай или делать автобус. Я могу сказать сейчас честно, что я больше слышал от специалистов именно, хотя я знаю, просто популяризируются те мнения, что давайте сделаем трамвай, но я слышал больше мнений, что надо делать автобус, потому что автобус более подвижен, он был бы экономичнее вообще в своем устройстве эксплуатации. Поэтому много противоречивых мнений, но я говорю еще раз о том, что нельзя учитывать, что проекты возникают не на ровном месте. У них есть свои предпосылки, свои истории. Но вообще это неизбежно, что какие-то из московских улиц так или иначе будут магистралями? Ну, понимаете, скажем так, неизбежно, что транспортную систему Москвы надо развивать. Это неизбежно. То, что, вот поверьте, если бы пытались пробить сейчас магистраль через не реконструируя существующие, а на новом месте, протестов и недовольных было бы квантово больше. Потому что провести ее по природным ли территориям, провести ее, например, по, не бог там, дворам жилых домов, еще где-то. То, что сегодня кажется задворками, либо по, то, что не кажется задворками, например, вдоль ЖД-магистрали, это колоссальные, например, траты денег были бы. Или имиджевые риски еще более худшие, а имиджевые, это значит дискомфорт людей, которые там проживают. Поэтому никто не хочет городу вредить. Просто есть действительно сложившаяся ситуация за предыдущие годы с возникшим дисбалансом, и есть попытка поиска ответов на нее. Они, может быть, не всегда идеально удачные, но город очень сложная система, в нем, наверное, и не наверное, точно совершаются ошибки, есть удача, неудача, может быть, сегодня не все можно трезво оценить. Но неумышленно, скажем так, может быть. А как вы относитесь к многоуровневой системе, скажем, что на эстакаду выносятся магистрали, или наоборот, может быть, пешеходная часть выносится на эстакаду? Ну, я думаю, что любой транспортник скажет, что эстакада, может быть, не любой, но проектируешься, эстакада проще, чем туннель, ну, потому что дешевле, ее можно расширять, а туннель уже не расширишь, или сложнее расширить. Я за то, чтобы, честно говоря, во-первых, реагировать на рельеф. Все-таки город, он у нас, Москва, он достаточно рельефный, хотя есть города, типа Монако, рельефный, но Москва достаточно рельефный. Потому что есть реакция на рельеф, и она во многом определяет туннель или эстакада, ну, и прочее техническое... Я, честно скажу, что я не так силен в вот этих вот дифференциациях, как в какой ситуации, что лучше, просто это, опять же, в силу того, что у нас образование было с разделением, и по транспорту, я, может быть, так компетентно вам не отвечу. Но я, как архитектур, могу сказать, что реакция на рельеф такая правильная вещь. Остальные поводы, ну, надо взвешивать, плюс-минус экономика в том числе. Но нельзя сказать, что и то, и то нужно в зависимости от ситуации. Потому что мне кажется, например, во многих, ну, конечно, Третье кольцо идет во многом по промзонам, но вот это вот ощущение поднятости над окружающим рельефом, поднятость над пейзажем, вот когда я еду по Третьему кольцу или, скажем, там, Звенигородский проспект, он создает какое-то такое очень хорошее урбанистическое настроение. Вот я себя чувствую как в Америке, где-то вот-то там очень много, вот такая низкая застройка, одна-двухэтажная, и поверх проложены вот эти хайвэи, и это создает какое-то вот нормальное, по-моему, взаимосуществование машин и города. То, что вы приводите как примеры, вообще примеры очень хорошие. Это, может быть, одни из лучших примеров решения транспортной инфраструктуры, транспортного объекта в Москве, когда действительно по коммунальной зоне проложено на ногах, скажем так, довольные вещи. Хотя и Звенигородский проспект, это, я считаю, просто прекрасное решение, которое и транспорту помогло здорово и не вызвало волны недовольных, потому что мало кого задело. Ну, знаете, говоря об американском ощущении от Москвы, вот я очень часто, когда по Звенигородскому еду, и вот Сити встает рядом, вот такое ощущение, что к какому-то даунтауну американскому подъезжаешь. Ваше отношение к Сити, как к ансамблю, то есть два вопроса. С одной стороны, чисто эстетически, архитектурно, как вы оцениваете, и с другой стороны, градостроительно, урбанистически. Вы знаете, такая сложная штука. Я считаю, что, конечно, появление высотных объектов или любых вообще уплотнений в застройке или тех или иных событий в городской ткани должно быть вызвано, конечно, не желанием просто проявления чьих-то амбиций, а объективными предпосылками, потому что все-таки в углове, угла должен составить вопрос, а какой город мы хотим иметь и что мы хотим от него получить. Здесь явно в углове угла ставил вопрос, что мы хотим иметь группу небоскребов в Москве, которая сама по себе может быть инструментом, но не может быть целью. Поэтому у меня к Москве-Сити такое смешанное чувство. И вообще мне нравятся в ряде случаев высотные дома, например, в Нью-Йорке. Они мне вызывают позитивное настроение. Я считаю, что многие из них очень красивые, и слава богу, что они возникли. В Гонконг, наверное, да? В Гонконге, честно говоря, не был, поэтому не берусь судить, но обилие высотных домов в Шанхае такого впечатления не производят в Нью-Йорке, просто в силу качества архитектуры заметно ниже. Объективность их появления в Москве, мне кажется, она недостаточно взвешена. То есть я бы не сказал, что вот Москва так сильно страдала без небоскребов, и есть какая-то предпосылка объективная, что надо было кусок города застроить вот так вот дико плотно. Хотя, с другой стороны, могу сказать, и в защиту Сити пару слов, что, конечно же, для полицентричности города возникновение такого делового центра, смещенного от Кремля на запад города, то, что мы сейчас, кстати говоря, в контрфазе делаем там на Зиле, да, это нужно для города. Может быть, не в таких объемах. С точки зрения дизайна, тоже, то, что пока сделано, безусловно, еще не верх совершенства, есть вообще и отъявленные такие неудачи. Но можно, конечно, было бы делать и сильно лучше. Вот. Так что чувство смешанное, знаете, жизнь всегда даже не черно, не белая, она серая, то есть есть плюсы и минусы. Но у вас нету однозначного мнения по поводу башены высотного строительства в Москве и вообще создания вертикалей. Москва в силу того, что она, опять же, двояка, в силу низкой плотности уличной дорожной сети, сейчас предпосылок для высотного строительства особенных нет. Хотя Москва изначально архитектурно, так, амсамблево, я считаю, начиная от башен Кремля и от колокольни Ивана Великого, я бы считал, она могла бы тендировать к высотному строительству, но для этого нужно было, конечно, остальные все предпосылки соблюсти. Сейчас... А именно какие? Плотность уличной дорожной сети, в первую очередь, ну, сравните с Нью-Йорком у нас. То есть повысить? Повысить, то есть сразу в планировании ее повысить. Но может, вообще при радиальной кольцевой структуре так небоскребы не впитываются? В Нью-Йорке-то она и вообще в американских городах небоскребы в этой квадратно-гнездовой структуре. А с радиальной можно сделать квадратно-гнездовую тоже. Это, кстати говоря, тут спорту чего бы не помеха, просто ее не сделали. Просто представьте, если бы в Нью-Йорке был... Вот выкиньте между 5-й авеню и, не знаю, там 1-й, выкиньте все остальные, там Мэдисон, Лексингтон, и вы получите вот такие тоже кварталы, которые застроены небоскребами, там опять все будет стоять, не ехать, и будет неудобно. Вот, там просто они все есть, и те стриты идут через каждый, не помню, сколько метров. Размер кварталов... 74 шага, я как-то, так сказать, жил в Нью-Йорке в свое время, я их замерил 74 шага, да? Вот, поэтому нужно... Город каркасно должен быть готов ткань на себя эту надеть. Вот Москва к ткани с небоскребами каркасно, к сожалению, не готова, я считаю. Поэтому вот это сложно. Хотя самый последний небоскреб красивая штука, хотя многие арбанисты считают, что он всегда плохо, всегда вреден, но, безусловно, имперсит билдинг очень такая литературная, симпатичная штука, мне нравится. Но он же чисто экологический, насколько я понимаю, небоскреб очень выигрышен. Он гораздо меньшую нагрузку на окружающую среду дает при соблюдении инфраструктурных. Он вообще бывает, вот как это Фостер планировал, вот эту башню России на полном самообеспечении. Вы знаете, любой дом бывает на полном самообеспечении сегодня. С другой стороны, по экологическим стандартам это тоже полно мифологии, которых, правда, не является. И, конечно, в небоскребе, если брать просто сухую аналитику и статистику, что у него хорошо и что плохо, минусов больше. Небоскреб все-таки главное, его причина возникновения, их две. Это желание нажить отдельных людей, садиться с отдельного куска земли. И второе, это проявление, реализация некого эго. Тоже, опять же, какого-то конкретного заказчика или государственного, или частного. Все остальное, как правило, работает на минус. То есть, человеку жить в небоскребе плохо, работать тоже плохо, он опасней, он и пожар опасней, и сейсмом опасней, и террористическая угроза там страшнее. Вот 11 сентября все помнят. То есть, там сплошные минусы, кроме двух факторов. Это экономика, часто и эго. То, что Сибири, как раз, называет иконическая архитектура, то, что у нас очень много. Я помню, как уже в поздние Лыжковские годы вот эти планы были развития второго кольца, небоскреба вдоль третьего кольца и так далее. Это все сейчас оставлено, вот эти вот... Ну, да, сейчас мы скорее полномерно работаем над все-таки разуплотнением и снижением этажности. Так что, ну да, ваши любимые высотные номинанты, высоток, они в этом смысле пока что остаются еще и задают московскую топологию. И слава богу, я считаю, да. Скажите, вот возвращаясь к вопросу о стиле, кто на сегодняшний день формирует как бы стилистическую среду, стилистически формирует московскую среду? Это вот архсовет, который сейчас действует? Ну, я тут из себя ответственности не снимаю, конечно, как зланные архитекторы, потому что огромное количество проектов, которые идут через московскую архитектуру, и мы там их отсматриваем. В общем, я бы не сказал, что мы формируем стиль ими, да, так же, как, кстати, и архсовет в том числе. У меня позиция очень простая. Вопросы стиля стараемся не вмешиваться. Просто качество архитектуры и стиль – разные вещи. В любом стиле есть качественное решение, есть некачественное. Есть плохая архитектура в любом стиле, и хорошая архитектура неопиющие стилевые непопадания, мы, безусловно, на них указываем. Я всегда заработал в вариантах, и в идеале, что все проекты или там большинство или хотя бы все знаковые должны идти через конкурс, где можно сравнить. Чем больше возможности сравнить, тем лучше итоговое решение. Очень простые правила. А так сказать, что мы, например, против стиля какого-нибудь там арт-деко в Москве или что-нибудь в таком духе, ни в коем случае. Ну, качество строительства у нас очень низкое. Ну, качество строительства, опять же, с чем сравнивать? Ну, с Нью-Йорком с тем же. Ну, вы взяли такую топ-позицию сразу. Да, по гамбургскому счету оно низко. С Соединенными Штатами, с такими топовыми городами, с Европой, конечно, низко, с Японией. А с Китаем сопоставимо? С Китаем сопоставимо, потому что китайцы много здесь строят, и даже в Китае и ниже есть примеры по качеству строительства. Но, опять же, Москва просто тоже еще хороший пример, но периферийный, надо посмотреть, что происходит. К вопросу о формировании качества архитектурной среды. То есть, это вы, институции, вокруг вас архитектурный совет. Кстати, кто туда входит? Совет? Да, но в какой степени там, так скажем, общественность представлена? Совет представлен. Там люди, скажем так, и от власти, и от общественности смешаны, например, равные пропорции. В совет у нас входит 15 человек на сегодняшний день. Ну, сейчас не хочу говорить ли на советы обидеть, попытаюсь их назвать. Большинство из них на память. Во-первых, у нас интересные такие люди, у нас Хан Штимон. Это бывший главный архитект Берлина, и очень знаковый главный архитект для Берлина, который, с именем которого вообще связано превращение Берлина из двух отдельных городов, западно-восточного, в тот прекрасный, я считаю, город, которым он является сегодня. Григорий Ревзин. Это вот из представителей общественности, я сказал, да, такая пишущая общественность, тем более. Вот. Из чиновников, ну, я сам по себе чиновник, да, Андрей Владимирович Антипов, представитель Московской архитектуры, тоже входит в совет. Андрей Генезилов, у нас входит в совет главный архитект для института генерального плана. Александр Кибовский, как представитель охраны памятника в Московском наследии. Архитекторы. Юрий Григориан, вот, союз архитектуры у нас Андрей Боков. Пасохин, Михаил Михайлович, как такой, скажем так, представитель старой школы. Я считаю, преемственность и знание того, как город развивался, кстати говоря, необходимо всегда, независимо от того, довольным, как он развивался или нет. Просто это нужно знать. То есть, это предупрежден, значит, вооружен, поэтому Михаил Михайлович оказывает, безусловно, нам очень серьезную поддержку, как человек, знающий послойность развития. Сергей Чобан, который был моим партнером по спичу, с которым я много очень работал, делал совместные проекты и знаю его действительно хорошо, и человек с хорошим вкусом, квалификацией, действительно, таким пониманием ноу-хау и качества. То есть, действующий архитектор, смотрю, да. Действующий архитектор, да. Алексей Воронцов, кстати, представитель таких саморегулируемых организаций в том числе. Вот, то есть, это люди, Евгений Ас, Юрий Горян, сейчас вот, на скидку не знаю. Ну да, знаковые все персонажи. Такие люди, которые знают и практику, и теорию архитектуры, и активно участвуют и практически в общественной, кстати, жизни, связанной с профессией. А с Архнадзором как-то взаимодействуете? У нас приглашаются коллеги из Архнадзора, то есть, скажем так, с нами нет какого-то программного взаимодействия, что мы вот сидим с ними, что-то планируем, но у нас для общественности открытое заседание, и для прессы, и для общественности в том числе. Архнадзор у нас посещает, высказывается, мнение слушаем, они так или иначе влияют, наверное, на принятие решений. Не сказать, честно говоря, что радикально, все-таки у нас не общественность играет ключевую роль, а профессиональное сообщество. Надо понимать, хотя общественности даем высказаться, и мнение стараемся учесть. Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, у нас сегодня в гостях в археологии. Мы продолжим разговор после перерыва. И снова добрый вечер программы «Археология». Сегодня у нас в гостях главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Говорим мы о московском стиле, о тех объектах, которые формируют московский стиль, о тех людях. Вот, в частности, мы говорили сейчас об архитекторном совете, об архсовете. И скажите, а вот вы рассматриваете в архсовете все знаковые, основные знаковые проекты, которые сейчас... Ну, у нас состоялось только два заседания архсовета. Мы успели рассмотреть на них пять площадок. По идее, да, должны рассматривать, скажем так. Но сейчас пока активность рынка сложно оценить, какое количество этих знаковых объектов вообще появится. То есть стараемся, в идеале надо все смотреть, конечно. Что сейчас происходит с «Зарядем»? Я знаю, что вот у вас сейчас как раз было рассмотрение вопроса. С «Зарядем» происходит архитекторный конкурс. Там будет разрабатываться концепция в разных вариантах. И в «Заряде» должен случиться парк. Мы знаем, то есть там не будет никакого, скажем так, враждебного города девелопмента, на чьи бы то ни было коммерческие интересы. Там должна возникнуть по тем планам, которые также заявлены, хотя это не относится к проекту «Зарядем» филармония с Валерием Георгиевым во главе. Вот. Хотя это не часть проекта, я подчеркну. Это, скажем так, так совпало такое соседство. Я считаю, что, кстати говоря, удачное для этого места. Вот. Есть вещи, которые мы хотим там привнести в Москву как знаковые, такие эпохальные, я бы сказал. То есть я считаю, что тема зарядия этого парка, этого парка в том числе, и как вот, знаете, Петр прорубил окно к Балтике, вот нам надо прорубить «Зарядем» окно к Москве-реке от Красной площади. То есть я считаю, что Красная площадь, это как вот в Венеции Сан-Марко, вот это Московская Сан-Марко, да, то есть повысить проходимость людей и количество людей, вот эту вот социализацию, вот это вот общение друг с другом на Красной площади, да, как раз зарядие должно быть катализатором. То есть если мы сделаем хороший, правильно, адекватный выход к Москве-реке через эту шестиполосную магистраль, которая сейчас пока блокирует набережную, имею в виду, с новой пристанью, которая повлияет, кстати говоря, и на судоходство по Москве-реке в том числе, вот в принципе такая сверхзадача зарядия это вот это вот, то есть повысить насыщенность людьми и интересы людей к центру города. Очень интересно здесь про Красную площадь все говорить. Вот я сравниваю Красную площадь и Сан-Марко, по-моему, нет ничего более далекого друг от друга. Я согласен. На Сан-Марко хочется идти, на Сан-Марко хочется провести ночи, на Сан-Марко, когда залило водой, хочется надеть сапоги и шлепать по ней. Вы знаете, честно вам скажу, как это самое, как москвич, мне на Красную площадь не тянет. Вот я, так сказать, гостей города понимаю, там на нулевой километр ходить, банетку кинуть. Я там был очень давно, последний раз, и как-то вот стараюсь ее как-то об очень какое-то странное, чужеродное место. И, ну как вам сказать, здесь, по-моему, большая проблема, ведь то, что Москва это город-крепость, и рядом давит вот этот вот детинец, Кремль, вот это вот господство власти, и постоянное окон, отзирающее, ты чувствуешь на Красной площади. Согласен с вами, и то, что это было историческое место парадов военных, то есть нечто, чем власть демонстрирует свою силу, это все тоже, я думаю, что большинство горожан скорее бы отпугивало от этого места, чем притягивало. Хотя мы знаем, что Макаток практикует, все-таки люди туда как-то пытаются привлечь, и ГУМ способствует этому прохождению, кстати, через ГУМ огромное количество трафика людей идет, где-то 15 миллионов человек в год мы оценивали, при этом за покупками минимум. То есть надо сказать, что статистику, которую мы посмотрели, она говорит о том, что людям интересно это место, люди тянутся в центр, и они хотят, и все, что от нас требуется, это создать предпосылки, условия, чтобы они из хождения вокруг да около, скажем так, а центр неизбежно будет притягивать, это нужно сделать. Мы хотим сделать через зарядье такой, ну, я бы считал, просто ребрендинг всего центра. То есть сказать, что Красная площадь, я понимаю, что сейчас именно так, и именно к этой проблеме мы привлекаем внимание, что это центральная наша площадь города, это должно быть центральным местом не только для гостей из столетии, которые просто пришли посмотреть и отметиться, поставить галочку, что я был на Красной площади, а именно любимым местом, где люди приходят и проходят выходные, сидят, едят бутерброды, ковыряются в интернете и прочее. Вот зарядье, я возлагаю на него огромную надежду в этом плане, что если это станет такой шарнир между рекой и этой площадью, как такая площадка, где люди могут действительно с удовольствием провести время круглогодично и круглосуточно, что очень важно, что она не вымирает ни на ночь, ни на зиму, вот это его такая сверх роль в городской среде. Ну да, но в Красной площади, я думаю, вы понимаете, что вам очень много вопросов с ФСО придется решать и вообще как бы с доступностью этого пространства и с теми видами деятельности, которыми люди могут заниматься вблизи стен Кремля. Я согласен, мы не притянуем ни в коем случае на повышение опасности или понижение безопасности, скажем так, на Красной площади, но Красная площадь сегодня не запрещена к проходу, то есть мы действуем в рамках того, что вроде как и так разрешено, но не используется. Но не используется. А Кремль? Вообще, я понимаю, что здесь это сейчас, наверное, вопрос не ставится, и не знаю, насколько он вашей компетенции и вообще, или это же как бы закрытая зона, запретный город, который, в отличие от Пекина, не превращен в музей. Вообще, вот если так пофантазировать, потому что я очень часто думаю о Москве, думаю, насколько было бы хорошо, если, предположим, Кремль был когда-то полен, вот еще в императорские, в царские времена, там можно было во все покои дворцы войти, там, я не знаю, в военном по пятачку все это было, кому-то, то есть людям по пятачку, там, военным, ветеранам бесплатно. Насколько было бы пользительно для Москвы открытие Кремля? То, чтобы, скажем, человек мог в Тайницком саду, там, я не знаю, назвать, назначить свидание с девушкой, на Ивановской площади, там, я не знаю, чтобы люди ходили. Вот насколько это могло бы повысить привлекательность Москвы? Ну, градостроительно, если понимать, опять же, город как пространство, как среду и как продукт, который создает атмосферу, конечно, это было бы супер. Тут вообще не о чем говорить. Безусловно, ну, идея с выводом, кстати, административного центра на присоединенной территории, она, в общем, может быть, где-то отсюда и произрастает. Это, по многим аспектам, огромный был бы плюс для города. То есть, центр притяжения бы сместился, такой деловой, и, наоборот, центр публичность повысилась бы неимоверно. Хорошо, но это вопрос, к сожалению, за рамками нашей компетенции, моей... Я понимаю. но я могу сказать, что как человек, занимающийся городом и архитектурой, и градопланированием, конечно, тут одни плюсы, тут вообще не о чем говорить. Ну да, мне кажется, это одна из главных проблем Москвы, потому что Москва, как туристический город, Москва, как город-музей, и Москва, как административный центр, они, конечно, очень сильно входят в противоречие. Это, так сказать, кортеж через ту же Красную площадь, которую вы хотите сделать, там стоят эти самые охранники в зипунах, и, так сказать, едет кортеж с мигалками, и как-то любой вот такой вот рубанистический настрой пропадает, когда это все видишь. Хорошо, ну раз мы вышли уже на эту тему, насколько могут... Насколько вообще серьезна вся эта идея с расширением Москвы, с коммунаркой, с Рублево-Архангельским, потому что несколько раз вот мы здесь и с разными архитекторами об этом говорили, какое-то все равно у меня чувство абсолютного и абсолютной непонятности, что вот какая-то была такая медведевская идея, и вроде как ее озвучили, то ли какой-то заговор девелоперов был, какие-то земли надо было освоить в Подмосковье, бюджеты попилить. Вот вы скажите, что сейчас происходит? Происходит то, что идет планирование территории, идет уже в частях ее застройка, часто в разрез, кстати говоря, это планирование, потому что есть, опять же, инерция с выданными разрешениями еще, когда это было Московской областью, и было уже понимание, что это будет Москва, конечно, происходило много странных, скажем так, согласований, которые неполезны оказались. Вот, я отношусь к этому так, любую идею, безусловно, в зависимости от того, как к ней подойти и как за нее взяться, можно превратить в хорошую или в плохую, можно реализовать или, честно говоря, завалить. Если разумно распорядиться возможностью расширять Москву, хотя, опять же, наука урбанистика говорит, что города нужно держать в определенных пределах и большие города развивать равномерно друг от друга, а между ними развивать только маленькие местности, что дает общее, более позитивное развитие. Но есть определенные предпосылки, опять же, случившиеся не сегодня, что Москва, это центр страны, центр Федерального, центр ЦФО, Московский регион, дают огромное количество влияния вообще на экономику всей страны. Здесь огромное количество процессов происходит и социальных, и в Москву и так все равно едут люди, и здесь работают, и стремятся сюда, и на это нельзя не реагировать. Просто можно от этого закрыть, сказать, что мы действуем так, что мы ничего не хотим делать, не хотим строить, развивать, но мы не в стилах остановить будем поток, который, если не развиваться, не реагировать адекватно, будет ухудшаться неизбежно качество жизни в Москве. Поэтому я считаю, что шанс очень прекрасный для Москвы с расширением. Его нужно, конечно же, и можно, и нужно разумно использовать. Проекты и Коммунарка, и Сколково, и МФЦ в Рахангельском, они все вполне реальные и реализуемые. Не все, кстати говоря, из них еще сложились, то есть о них пока не надо говорить как проекты, можно говорить как идеи, или о точках роста. Их, безусловно, можно все разумно создать и воплотить, дай бог, экономика, не мировая, и наша российская, будет этому способствовать. Планы возможны. Сроки реализации, я думаю, что будут довольно длинные в силу того, что, ну, я сейчас заслужу такой комичный вопрос, когда построят Большую Москву. Но все равно, как сказать вообще вопрос, когда построят в принципе Москву. То есть город пока жив, он всегда строится, и что-то у него меняется. Поэтому это такой план на довольно долгий период, он должен постепенно реализовываться, если мы делятся в правильном русле, то все будет хорошо. Вы уже говорили, когда сейчас вернемся к Красной площади, к Зарядью, о том, что вот важно обеспечить выход к реке. Насколько вообще вы видите, как вы видите роль Москвы-реки в городе? Ведь, я не знаю, сравнить с Петербургом, что такое Нева для Петербурга? Ну, понятно, он все-таки строился вокруг Невы в гораздо большей степени, и дворцы, и фасады, и набережные, в гранит оделась и Нева, и так далее, да? Или как там это поет Чиж, как хорошо, что в городе много воды. Вот в Москве тоже теоретически могло быть много воды, но реки, вот я здесь, я Яузе думаю, которая вообще прекрасная река, с каким комплексом, ансамблями монастырей, а она в какую-то вот в помойную речушку превратилась. Что с этим делать? Мы сейчас занимаемся разработкой программы, скажем так, ее формированием пока общих черт Москва-река, как городская программа развития. То есть то, что вы говорите, как проблема, безусловно, острая и важная. То, что Москва-река Яуза и вообще вода в городе, к сожалению, не осмыслены были долгое время как абсолютная ценность, а в градостроительстве вода, это всегда большая ценность. И море, и озеро, и та вода, которая в городе возникает. Виды на воду, хорошо. Жить рядом с водой, хорошо. Ландшафтный дизайн вокруг воды, общественного производства вокруг воды, это все всегда хорошо. То, что в Москве не развитый на реке ни водный транспорт, ни концепция, такая в больших количествах хороших набережных, ни вообще территории, которые прилегают, как-то на нее реагируют. К сожалению, вот эти вещи не отработаны пока, и вот это возникает, это ощущение ущербности, потому что вроде в реке в городе есть, но она такая чужая нам немножко. неосмысленная. Да, неосмысленная, не обжитая такая, она вот пришла в город как такой чужак, ушла из него, мы ее видим, но с ней не взаимодействуем. Это, конечно, нужно серьезно менять. Это одна из больших задач генерального плана нового города и всех, кто городом занимается. И я вижу Москву реку как активно работающую, во-первых, и с транспортом, и с людьми, и много проектов, знаковых, которые сейчас развиваются, они на Москве реке находятся, к счастью. Это начиная прям с запада и Мневники, и Лужники, и парк Горького, который активно развивается, и, опять же, тоже Зарядье, и Красный Октябрь, и ЗИЛ, огромный проект, который сейчас мы тоже активно двигаем, там формируются новые набережные, там формируется правильная, я бы сказал так, реакция на реку городской ткани. Поэтому вопрос острейший, но работа по нему идет, он не упущен, не забыт, ему уделяется должное внимание, я считаю, что мы увидим результат. Действительно транспортно, как интересно, можно было бы, ну, хорошо, Москва не в Венеции, на какой-нибудь такой фапоретто, пароходик и такси, можно было бы пустить, предположим, из тех же Мневников или Крылатского, и вот туда, до центра, или даже вот туда, до Нагатинской поймы, туда к ЗИЛу. Ну, флотилия Редисон вот работает, никакой проблемы технически там не происходит. Ну да, но она прогулочная чисто. Она прогулочная, потому что навигация круглосуточная, круглогодичная по Москве, конечно же, возможно в этом, какой-то проблемы не существует, вопрос лишь логистики, организации, менеджмента этого процесса. Да. ЗИЛ вы упомянули, а что на ЗИЛе происходит сейчас? На ЗИЛе происходит сейчас отработка деталей, плана его реализации, я думаю, что многие знают, кто интересуется вообще городом, что проект планировки прошел у нас, ГЗК в конце, когда того года, он стал таким для нас, в общем, во многом знакомым поворотным, это одна из первых работ, в которой я серьезно занялся, став главным архитектором. Мы привлекли туда очень хорошую команду, которая была на конкурсе, но тендировала к тому, чтобы быть забытой, к сожалению, это вот команда проекта Меганом, которую мы подключили с их концепцией. Это Григория. Юрий Григорян, да, мы ее доработали серьезно с институтом генерального плана, насадили ее на транспортную составляющую, экологическую и прочее, которые должны в городе возникнуть, культурного наследия объекта, там есть очень интересные, и мы с ними тоже взаимодействуем. Поэтому это проект совершенно нового типа для Москвы, как вообще планировочная работа. Это в полном смысле городская ткань, гуманная, хорошая, нормального человеческого размера, масштаба, реагирующая на все потребности человека, я считаю, вполне адекватна. Это и культурная, и спортивная функция, и жилая, и офисная, и медицинская, и рекреационная. А с высшей школой экономики там ничего не происходит? Потому что, я помню, были какие-то движения, что там кампус вышки будет. Были движения, но они именно по вышке там особенно ни к чему не привели. То есть на ЗИЛе тема вышки не прозвучала, но там прозвучало достаточно много других тем, и с транспортной ситуацией там тоже многое активно предстоит поработать, чтобы улучшить не только ситуацию вокруг ЗИЛа, но вообще вокруг всего юго-восточного сектора Москвы. А производство все оттуда выводится? На первую очередь нет. Там останется компактное производство довольно на... Вот от МКЖД, скажем так, наружу, от Москвы, не внутрь. Но на вторую очередь оно планируется к выводу. То есть в какой-то момент ЗИЛ, конечно, должен стать полностью таким куском города без промо. А вообще, вот вы упомянули Юго-Восток, что-то в смысле вот такой вот сегрегации городской что-то планируется делать? Потому что вот Юго-Восток, я не знаю уже сколько, по-моему, лет 200 уже, как в Москве, он такой... Ну, там-то и стоки туда все московские идут, и предприятия выводятся. Вот у меня долго висела дома карта Москвы 1912 года. Вот я смотрел как раз туда, вниз Юго-Восток, и холерное кладбище там были, и все эти лепрозории и так далее. Вот как-то так сложилось вот это вот такое неравенство между более богатым Западом Москвы, да, и вот Юго-Востоком. Ну, к сожалению... Вот этот перекос как-то надо нам исправлять, или, так сказать, это естественное такое разделение? Ну, с одной стороны, да, есть естественное разделение всегда, и во многих городах это существует. И то, что в Москве историческая хитровка у нас на Юго-Востоке была, когда Москва еще была в пределах Камер-Корежского вала, тоже такое злачное место, да, все знают, и Гелировского читали, что это такое, там и тюрьма на Таганке, и так далее. И все это, к сожалению, всегда так волею судьб тендировало к тому, что это место более ущербное, чем действительно Запад, Северо-Запад, Юго-Запад. Такие успешные. Туда, скажем так, от Воробьевых гор, которые всегда были местом, знаете, таким скоплением от условок успешной публики московской, да, ну, дальше все пошло, как-то вот так началось. Я считаю, что, тем не менее, какие бы предпосылки исторические не были, конечно, работать с тканью и ситуацию выравнивать, тем не менее, нужно. И вот как раз ИЗИЛ, уже упомянутый, является серьезным катализатором для развития в этом направлении, потому что он как раз на юго-востоке Москвы находится. Он должен стать таким правильным, очень хорошо, хорошего качества, центром для этой части города. Но и то, что он не должен быть забыт, в принципе, юго-восток по остальным параметрам, это точно. Ну, я думаю, что будет ситуация улучшаться. Вот я вообще думаю, что в Москве потенциально одна из очень больших проблем это сегрегация, появление таких вот городских гетто, социальное неравенство. И, ну да, то есть, с одной стороны, у нас есть Золотая Миля на Остоженке, с другой стороны, есть вот эти вот большие окраины и гетто. Тут вот недавно повторяли по телеканалу «Культура» такой цикл Ирины Карабина из Музея архитектуры «Голландские берега» про Голландию снимала. И она показывала, как в Голландии решали проблему с социальным жильем, то, что там, так сказать, изначально даются некие социальные нормы, вот какой-то замес жилых, что вот селится рядом более богатые с более бедными. Вот в Москве, вы считаете, такое было бы возможно, или это надо, так сказать, нам пройти вот этот голландский путь? Ой, вы знаете, такое, конечно же, возможно. Во-первых, и сейчас мы за этим следим, причем природа возникновения такого рода разделения и барьеров между слойных, скажем так, между населением, она абсолютно понятна. Чтобы понять, как это происходит, у нас тоже очень хороший пример. Можно взглянуть, увидеть, что, к сожалению, при том, что там хоть и возникло ряд интересных струнных объектов, как среда городская, она не возникла. Вопрос, почему? Потому что осознанно, в общем, это сделано как такой очень элитный спальный квартал, чтобы просто лишние там люди не появлялись, чтобы недвижимость стоила дороже. К сожалению, если бы городские власти бы следили за тем форматом общего мастер-планирования этой территории, какие цели преследуются, там должны были быть, конечно, активные первые этажи, активное общественное пространство, где были много людей. Да, пусть там лежат люди с деньгами, никто не против, но пусть все остальные горожане наслаждаются этим местом как частью центра города. То есть, некий социальный налог на элитное жилье. Ну, конечно, такая функция, это, кстати говоря, относится к любой функции, которая служит, скажем так, прямо на обогащении отдельных лиц, должна и обязана нести некую контрибуцию в город. Это к торговым центрам, которые там уже упоминались, относятся, может быть, и в первую очередь к скоплению любых других функций, и промо, и жилья, и офисов. Они должны что-то чем-то жертвовать. Ну, да, некое социальное обременение, потому что на Остоженке, даже если представить, что были бы деньги там поселиться, жить там не хотелось бы, потому что там, вот опять-таки, вот как Красную площадь говорил, там чувствуешь себя довольно неловко, постоянно под прицелом телекамер, там стоят какие-то затонированные черные геленвагены, под парами, значит, ждут твоих хозяев, и редко какой-нибудь там, значит, дворник с тележкой прошмыгнет, и все. Вот, собственно, все население. А какие были переулки, там, Зачатьевские, вот эти все, какая там жизнь была, какая-то старая Москва. Вот, вы знаете, говоря о Москве, а какие остались вот в московском стиле не, так скажем, не убитые деньгами, не убитые девелопментом зоны в рамках старой Москвы? Ну, я считаю, что зона, безусловно, приходит на ум Патриарших прудов и Бронных улиц, и вот такой кусок Москвы, который и по масштабу, и по функции, и по человечественности, и по гуманности очень хорош. Я считаю, что вот такой правильный пример был бы. Грузинские, Брестские улицы, вот туда от Тверской дальше на юг, они по своим масштабу тоже, кстати, очень неплохие. Там трафик большой, очень. Там уже начинается большой трафик, то есть их нельзя сказать, что это вот такое суперразвитие, но я считаю, тем не менее, оно, ну, по сравнению с многими районами неплохое. И кульминация, вот этот комплекс Белой площади, когда я считаю, по архитектуре там это не очень удачно в детали все исполнено, хотя по атмосфере это правильный кусок среды. Он такой хороший, он довольно компактный, плотный при этом, и он, в общем, собой завершает вот эту разумную квартальную систему этих Тверских и Химских улиц. Ее, кстати, закончат когда-нибудь Белую площадь? Ну, там, ну, что, я считаю, пока то, что делается, закончат когда-нибудь все. Там по ощущению, что вот, что взять этот самый Тоннель Балтийско-Лабяновский, что Белая площадь, с другой стороны, что вот там люди раскапывают и закапывают, осваивают и осваивают деньги. Вот это вот, так сказать, не проехать, не пройти, ходишь по тоннам грязи, и просто вот тупо идет какое-то пиление бабла. Смотрите, Белая площадь как проект девелоперский, это другое. Вы на этом имеете в виду площадь Тверской заставы. Я имею в виду площадь, да, площадь Белорусского вокзала. Да, ну, сейчас по ней, слава богу, принимают согласительные решения. Будет активно продолжена работа, я думаю, в течение там года, ну, не года, скорее двух, это ее реально завершить. Да, и сейчас это с мертвой точки сдвинулось. Хотя, согласен, что площадь Белорусского вокзала вообще одной из самых таких, с одной стороны, важных и ключевых мест для города, с другой стороны, проблемных. Она уничтожена за последние лет. Пять я даже вообще, я помню, когда-то я там сидел в кафе Москва-Берлин, глядел там на Белорусский вокзал и так далее. Это все пропало, это у меня украли площадь, фактически. Ну, вот, задача сейчас, конечно, ее вернуть. Там, безусловно, транспортное составляющее серьезное внедряется, но то, что эту площадь можно планировать, скажем так, заново осмыслять и развивать, это точно. Она когда-то должна вернуться в город. Ну, если мы уже говорим о таком человеческом измерении, а что такое для вас комфортный город? Каковы могут быть показатели эффективности, комфортности города в человеческом измерении? У нас сейчас целая отдельная работа идет по разработке вот этих показателей комфортности. Вопрос настолько сложный, что привлекается масса специалистов и ученых, которые консультируют, дают свои советы. Хотя, казалось бы, ну, как можно не описать, что такой комфортный город? Вроде каждый понимает, но начинаешь, когда перечислить конкретные признаки, тут сразу теряешься. Я могу сказать несколько вещей довольно ключевых для комфорта. Ну, во-первых, вещь номер один это, конечно же, доступность к реализации, я бы сказал, потребностей, которые у горожанина возникают, то есть у любого человека, кто проживает. Доступность желательно, это просто физическая возможность дойти пешком, получить и реализовать свою потребность и в жилье, и в работе, и в местах развлечения, общепита, покупок, рекреации, лечения, обучения и всего прочего. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, это четкая артикуляция общественных и частных пространств. То есть квартальная застройка, частные дворы и общественные улицы, это очень важная часть комфорта. Этажность домов, то есть тут даже можно перечислять, плюс есть много комфортности, которые происходят из качества работы служб городских, да, это немножко не про архитектуру, то есть насколько хорошо чистится снег, это важно, но мы как архитекторы об этом не говорим, это другая область. Насколько хорошо медицинское обслуживание или образование в городе, тоже на комфортность очень влияет, но опять же... Ну да, не ваши, не ваши, сказать, что для меня это, хотя я автомобилист, но вот для меня комфортность города это ограничение машин, потому что я вот сейчас чувствую, что Москва это город для машин, а не город для людей, из-за этого невозможно в Москве ходить вдоль, да, потому что постоянно будет перегорожено припаркованными машинами, какими-то цепями, вот этими конусами парковочными, крылечками, которые всякие банки и офисы вдвинули. Вот в Москве невозможно вот этот вот проход вдоль, это постоянно какой-то слалом между... То, о чем я говорю, физическая доступность, физическая доступность и достижимость это одно из главных показателей комфорта, потому что то, что сейчас мы сегодня в Москве имеем, это такая тотальная несвобода, то есть зависимость. Мы зависимы от того, что мы должны на большое расстояние двигаться в очень дискомфортных часто условиях, и это все проистекает не только, кстати говоря, из-за недосадков и недоразвитости транспортной системы, но и из-за вот этого дисбаланса, что у нас на работу мы едем в центр, там жить мы едем на периферию, а в идеале, нельзя добиться всегда, чтобы все жили и работали в одном и том же месте, но привязка, конечно, больше возможно. Время наше уже практически закончилось. Последний вопрос. У вас есть какой-то любимый город за пределами Москвы, который для вас является образцом городостроения? Таких городов несколько, которые я могу сказать, как образцовые. Мне очень нравится Нью-Йорк. Очень нравится. Хотя, наверное, больше только не атмосферы, хотя атмосфера рождается из правильного строительства. Это 100%. Поэтому я могу сказать, что это один из образцовых городов, хотя там есть такие критикуемые отчасти небоскребы, хотя в Нью-Йорке они абсолютно уместные и хороши. Барселона – прекрасный город. Один из лучших городов и сбалансированный, и удобный по масштабу. Вот все в нем хорошо. И климат, и море рядом. Просто прекрасный город. Берлин. Я считаю, что очень тоже. И почему, собственно, я Ханса Штимона пригласил в совет. Во многом, я считаю, благодаря его работе, в том числе он стал тем городом, который вызывает такие положительные эмоции. Ну да, но я думаю, у нас с вами здесь, да, совпадают. У меня тоже эти три города вызывают очень позитивные эмоции. И знаете, в заключении эфира перефразирую Маяковского, тогда хотел бы сказать, хотел бы жить и умереть в Берлине, если бы не было такой земли Москва. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашем эфире. Это Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы. Это была программа «Археология». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Спасибо, что позвали. Доброй ночи и удачи.